Это, наверное, самый загадочный дом в Красноярске. Именно в 1881 году здесь произошел пожар. На территории загорелась сена. По словам историков, именно в пожаре виноват пьяный извозчик. Тогда огонь уничтожил 15 кварталов. Но этот дом устоял. Раньше здание принадлежало известной красноярской семье Потехиных. После пожара дом восстановили на старом фундаменте. Через 20 лет владельцем стал мещанин Степан Пателицын. Затем в начале Великой Отечественной войны в нем проживал ссыльный хирург и архиепископ Лука. В то время ему было 60 лет, но он ежедневно проводил операции, консультировав в госпиталях города. Сейчас дом расположен на улице Винбаума, находится в частных руках, является культурным наследием. В нем планируют сделать музей и открыть картинную галерею. На сегодняшний момент, я, наверное, где-то с 2000 года заинтересовался вообще красноярскими художниками. И на сегодняшний момент, то есть, ну, создаю коллекцию красноярских художников. Выставочных площадей как таковых не хватает. А здесь на открытой площадке вот именно хочет это сделать. И привлечь сюда и молодежь, тем более здесь и технологические институции. По замыслу разработчиков на территории усадьбы будут работать скульпторы. Также летом на площадке собираются проводить разные мероприятия. Там установят сцены, откроют мастерские. А вот кирпичную стену старой конюшни планируют реконструировать. Пока на этой территории идут работы, убирают мусор на скором времени, по проекту здесь расположится интерактивная площадка. Красноярцами гостям города будут показывать вот на этой стене фильмы. По проекту реновации центральной части исторического города вдоль улицы Вимбаума от улицы Марковского до улицы Ленина будет квартал. Территория зеленят, поставят фонтаны, кафе, построят два хостела. Разместят небольшое офисное здание, установят сувенирные ларьки. Сделают велопарковку на углу Ленина. Город несет очень большую историю, 4 века. Поэтому мы не должны все напросто разрушить и показывать только новые микрорайоны и так далее. Мне кажется, вот эта историческая атмосферная составляющая обязательно должна присутствовать. Это я обозначил. Вот эта следующая программа емкая будет по восстановлению исторических объектов до программы подготовки к 4-х вековому юбилею. На запуск проекта понадобится еще полтора года, но пока решаются вопросы по расселению. На исторической территории расположены два одноэтажных жилых дома. Людей будут переселять за счет средств инвестора и по программе аварийного жилья. Но этим будет заниматься администрация города. Диана Хатяшевеля, Андрей Крупнов, Енисей, Новости.